День Русского Единства И хочу пару слов сказать о русском марше, который мы проводили также в течение длительного времени. Но уже второй год московские власти нам отказывают в этом мероприятии, нарушая все мыслимые и немыслимые законы. А в других регионах люди даже и не пытаются проводить уже русские марши, потому что русские организации там практически полностью разгромлены уже довольно давно. Массовые репрессии прошли до такой степени, что даже многотысячные некогда в середине 2000-х годов организации были уничтожены. И русские люди перестали видеть какую-либо перспективу в публичном политическом действии. И многие даже стали говорить, ну какой русский марш, зачем вообще это нужно? По улице ходить, флагами размахивать, кому это интересно может быть. Это азбука политики. Если вы не понимаете, зачем нужно публичное действие, то вы вообще в политике ничего понять не можете. Публичное действие демонстрирует, во-первых, что вы существуете при нынешней информационной блокаде. Правда, об этом узнают лишь немногие. И о русском марше в Москве знали немногие. И подавляющее большинство даже не понимало, почему в Москве проходят два русских марша. Если вы не понимаете ценность непосредственного человеческого общения, контакта, когда соратники собираются на публичные мероприятия, значит вы ничего вообще в политике не понимаете. Поэтому все это нытье, да зачем это, надо заниматься конкретными делами, да, давайте мы игрушки в детский дом отвезем. Все это чепуха. Это не политика, это вне политики. И люди пытаются представить политикой то, что политикой не является. Политика это публичное политическое действие прежде всего. Без этого политика практически невозможна. Но она в Российской Федерации, собственно, отменена. И поэтому в течение последних лет мы вынуждены заниматься подготовкой к грядущему политическому действию. Мы только пытаемся сохранить русские движения, русские организации. И продолжаем отмечать праздник русского единства, который нынешние власти не знали куда девать и не знали как его отмечать. И по-прежнему у них с этим большие проблемы. Но они решили просто запрещать. Последний раз вот в московские власти сообщили опять там те же подонки, которые были и раньше. Один, правда, скоропостижно скачался, но теперь другой на его месте. Неважно. Место как свято, место пусто не бывает. Так и там, где никакой святости нет, черти появляются всегда. Поэтому там свои черти отвечают нам, что невозможно проводить никакие публичные мероприятия, потому что есть указ Собянина. Ну, ни мне, ни вам, никому. Собянин вообще не указ. Есть закон. Вы на закон сошли здесь, тогда вы можете каким-то образом что-то запрещать по закону, если у вас есть такие полномочия. Но нет таких полномочий, тем не менее запрет существует. И Собянина делают такого диктатора. Почему? Потому что вся сволочь, которая под ним находится, выполняет без всякого закона только то, что скажет начальство. Ну и, естественно, суды, как они всегда были в этой системе проклятой, что при советской власти, что при постсоветской власти, подчинены высшим чиновникам. Ну и здесь тоже в одном из документов мы видим ссылку на то, что суд уже рассматривал претензии к указу Собянина. И Собянин оказывается вправе выпускать такие указы. Но это он вправе выпускать для своих чиновников. А с гражданами чиновники могут общаться только ссылаясь на закон. Больше никаких у них возможностей нет. А мы ссылаемся на конституционные нормы, сколь бы они не были отвратительны и омерзительны, поскольку исходят от самозванцев Ельцина, а потом Путина. Но, тем не менее, есть эти нормы, которые обязательны для чиновников, они их не исполняют. То есть все законы, это ничего не стоящая бумажка, они применяются только там, где воровская самозванная власть утверждает свои нормы жизни для нас. А то, что они утверждают сейчас, мы прекрасно видим. И наше русское единство состоит в том, чтобы не принимать эти их правила жизни, которые они пытаются утвердить навсегда. Вы думаете, вот это ковидобесие, это на время? Нет, это пришло навсегда. Навсегда, до тех пор, пока эта подлая власть существует. Мы же, наше единство должно состоять в том, чтобы эту власть изничтожить, чтобы камня на камне не осталось от нее. И Господь Бог нам в помощь, вспоминаем, что сегодня религиозный праздник, но только в том случае, если мы с Господом. А если нет, то ничего не получим. И меня чрезвычайно опечалил видеоролик, который я все-таки выставил в нашей группе ВКонтакте партийной. И чтобы люди убедились, сами посмотрели на то, насколько слабо выглядят даже кампании вроде бы русских людей, но если они безбожники, за ними ничего. Ну ничего, просто ничего не получается, ничего не склеивается. У них нет точки соединения, соприкосновения. И, конечно, туда пролезают и всякие сатанисты с концепцией экологического интернационализма, то есть, по сути дела, игра на тот же самый глобализм. И этот ролик вставляется. И абсолютный сатанист со своим большевизмом, который противопоставляет русскому единству свое 7 ноября, ну и иди туда с 7 ноября. То есть, либо вы там, либо вы здесь. Если нельзя сидеть на двух стульях, оказываешься между стульями, оказываешься скоморохом. И вот это произошло с теми, кто пытается объединиться на базе офицерского собрания, не получается. Всероссийское офицерское собрание, вроде бы большинство мужского населения у нас даже офицеры запаса. И вроде бы имеют какую-то причастность к воинской службе, но ничего не клеится. Безбожия и следующая отсюда ливизна разрушает все. Поэтому возникает вопрос, стоит ли с этими людьми иметь дело. Ну, наверное, стоит хотя бы для того, чтобы чуть-чуть их постепенно сдвигать с их абсолютно бесперспективной позиции. Они не понимают, что они имеют дело с бесами. Они думают, что это все социально-политические процессы, что нам надо только вот взять и как-то склеить людей по интересам. А это не интерес, это вопрос духовный, вопрос религиозный. Политика вторична по отношению к религии. И сейчас мы подошли к тому, что это достаточно ясно видно. Но самые настоящие сатанисты утверждают у нас в России и по всему миру режим ковидобесия. Разве вы этого не замечаете? Если вы не видите в этом религиозного компонента и продолжаете негативно относиться к единственной русской вере к христианству, к православию, значит вы не сможете в политике сделать ничего. Либо вы с бесами, тогда вы вот тогда с этим режимом, с людьми, которые готовы уже колоть какой-то гадостью и детей. Готовы не пускать вас в продуктовые магазины, потому что у вас нет метки дьявола. Готовы не пускать детей в школу, если у них родители без этих меток. Вы тогда с ними. Вы говорите, мы не с ними, тогда вы где? Тогда вы с Богом или вы безбожники? Если вы безбожники, ничего не получится. Ничего. Вы все равно так или иначе оказываетесь на стороне врагов Бога. И поэтому ничего не получается. Безбожное русское движение не сможет сделать ничего. И значительный компонент безбожия у нас всегда существовал. А вы посмотрите, что было с Люблинским маршем, абсолютно безбожным. Мы проводили другой марш всегда. Обычно наши шествия проходили на Октябрьском поле. В Москве имеется в виду Московский русский марш. А вот Люблинский, условно, даже мы как-то пытались сделать какой-то шаг, протянуть руку и сказать, ну вы, мы северный марш, вы южный марш, когда-то мы объединимся. Нет, объединение было невозможно. Потому что нутро было вот этого Люблинского марша абсолютно русофобское, подчеркиваю, русофобское и безбожное. Русофобское, потому что эти люди в один момент показали, кто они такие. И когда начались события в Крыму, в Донбассе, им самое главное быть против Путина. Больше ничего их не объединяет. Ничего русского там на самом деле нет. Потому что там безбожие. Потому что там анархизм. Там не русская традиция, а попытка сломать государство вообще. Давайте мы сломаем, подожжем свой дом, потому что в него забрались воры. И на Пепеличи дальше будем как-то существовать или просто помрем. Вот это анархическое начало, оно только прикрывается русским национализмом. Ничего национального в нем нет. И по-прежнему вот эта группировка, которая проводила русские марши в Люблино, теперь она пытается что-то сделать, перебежав за границу и управляясь русофобами из Украины. И там получая поддержку, чтобы здесь болезнь анархизма поражала русское движение. Да нет, русский националист это государственник, несомненно. И русский националист без русской традиции он ничто. Он тогда псевдо-русский. Если он высказывает антиправославные лозунги. Если нам говорили, ну несколько раз наша партия была основным организатором. И основную тяжесть организации несла всегда на русских маршах. Нам говорили, очередной марш прошел, слишком много православия. Ну понимаете, слишком много. Вот слишком много там хоругвий, слишком много символики. Как такое можно было говорить? И это продолжается. Если бы люди поняли, что православия много не бывает, то они бы по-другому себя вели. Но сейчас продолжается то же самое. И сейчас есть попытка оседлать русский марш левыми, которые начинают говорить, да нет, мы национал-патриоты, мы национал-патриотическое движение, мы национал-патриотические силы, а сами красные, а сами ленинисты, сталинисты, советчики и так далее. Да какие вы национал-патриоты? Вы просто отвязанная львизна. Мы никогда с вами иметь дело не будем. Вот эта сторона снова начинает всплывать. Давайте мы сделаем русский марш неправославный. В православный праздник неправославный русский марш. И снова туда лезет краснота, снова туда лезет анархизм, вот эта укрбандеровщина и так далее. Нас стискивают со всех сторон даже не власти, которые мы ненавидим совершенно справедливо. Нас разрывает на куски нерусскость, которая внедряется в русское движение и начинает забирать наши символы. Русский марш всегда был не просто движением русских людей по роду. Это затея русских по мировоззрению. Если это не так, никакой русский марш не нужен. И может быть слава Богу и по Божьей воле он запрещен сейчас, потому что собрались бы и позорище было бы выше крыши. Я уже просто вижу по вот этим высказываниям, которые отовсюду идут. Мы проводили русский марш. Кто это мы такие проводили? Вы не проводили его. Вы организационно никак не участвовали. А большая часть из тех, кто высказывается и говорит «мы русский марш», Никогда в нем вообще не участвовало. И как эти люди начинают высказываться в общем потоке мнений, какие-то свои утверждения. Нам надо объединяться. Кого вы объединили? Кого вы объединили? Если вы объединяетесь не в русском движении, а в чем-то другом, так нам вообще это не интересно. Еще раз я поздравляю тех, кто достоин этого поздравления. Русских людей, по-настоящему русских людей, с Днем Русского Единства, которые мы должны нести в своей душе, несмотря на вот этот оккупационный, сатанинский, уже в полном смысле, очевидно сатанинский режим. Мы должны быть вместе с русским духом. Мы победим.